Здравствуйте! В эфире Ольга Тимохина и Бюро путешествий Гран-Тур, компания из Новосибирска, работающая без смены названия с 1995 года. Поговорим об одном из российских туристических направлений – Дагестане. Сегодня к нему высочайший и глубочайший интерес у туристов. Туризм пришел в Дагестан всерьез и надолго. Теперь туристическая инфраструктура здесь будет меняться каждый год. Даже сейчас те, кто был 2-3-5 лет назад, обязательно увидят что-нибудь новенькое. Чем же так привлекательен Дагестан? Если кратко, то сюда нужно приехать ради того, чтобы увидеть Сулакский каньон, город Дербент и Каспийское море. Но причин, конечно, больше, поэтому расскажем чуть подробнее о них. Причина номер один – горы. Первое, что сейчас находят туристы, обращаясь в интернет, это умопомрачительные панорамные виды гор и встроенные, вписанные в эти пейзажи творения рук человеческих, которые одновременно отражают историю этого края и нашей страны. Несмотря на то, что это подкаст, без картинок, перечислим главные горные достопримечательности. Сулатский каньон – главная достопримечательность республики, один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-каньон в Аризоне в Америке, ну и самый большой каньон в России. Грандиозная черкейская гидроэлектростанция с водохранилищем, самая большая ГЭС на Кавказе. Горные аулы – легендарный гунип, настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война. Заброшенный аул-призрак Гамсутль, виды которого буквально захватили все соцсети. С 2015 года здесь больше никто не живет. Еще один полузаброшенный полупризрак-аул Гоор, где скалы и дома органично вписаны в ландшафт. Из-за башен горцев это место называют страной башен. Неподалеку от аула Гоор есть природная достопримечательность. Горный выступ расположен над пропастью, напоминающий пейзажи в норвежских йортах. Этот выступ так и назвали – язык тролля. Плато Хунзах – очень красивое место в горах, ровное, как русская степь. С него открывается впечатляющий вид на окружающие горные хребты и вершины. На плато появилось первое ханство в Дагестане и до сих пор стоят старинные аулы. Здесь квартировалась русская армия во время Кавказской войны. Главная река Табот, протекающая по этому живописному плато. Затем мощным водопадом Табот низвергается с высоты 70 метров. Дагестан славится теснинами, каменными ущельями. Вас будут окружать скалы невероятной высоты в тесном ущелье. Карадахская теснина – самая высокая горная теснина в России. Туристы также посещают Салтинскую теснину. Здесь в ущелье находится единственный в Дагестане подземный водопад – Салтинский. Кроме гор здесь есть еще кусочек пустыни. Бархан-сыры-кум – самый большой бархан в Евразии. Находится всего в получасе езды от Махачкалы. И, конечно, самое большое озеро в мире, которое мы называем Каспийским морем. Но к морю мы еще вернемся. Природные и исторические достопримечательности дают возможность организации интереснейших однодневных экскурсий и многодневных экскурсионных туров в Дагестане. Кроме того, соседство и хорошая транспортная связь с Чеченской республикой также позволяет делать комбинированные экскурсионные туры в две республики. В нашем ассортименте большое разнообразие программ Дагестан, в том числе авторские туры. Тем, кто едет в первый раз, рекомендованы одни программы, включающие топ-достопримечательности. Кто едет повторно, интересны уже другие туры, раскрывающие новые привлекательные стороны Дагестана. Кого-то привлекают активные приключенческие туры по красотам республики, трекинги, джип-туры и т.п. Экскурсионным турам в Дагестан мы посвятим отдельный рассказ. Причиной номер два, ради чего нужно ехать в Дагестан, является Дербент, который, кстати, стоит на берегу Каспийского моря. Но славен он тем, что является самым древним городом в России и одним из древнейших городов в мире. Именно здесь проходила часть знаменитого торгового шелкового пути. Сохранившаяся крепость на рынке Алла входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И как полная противоположность древней истории, секретная разработка СССР – экраноплан «Лунь». Симбиоз корабля и самолета, гигантский летучий корабль, убийца авианосцев. Недавно эту уникальную достопримечательность перетащили в Дербент, где он станет центральным экспонатом нового дагестанского военно-патриотического парка. Причиной номер три, привлекающей в Дагестан, можно смело назвать гастрономию. Здесь смешалось более 40 разных национальностей, каждая со своими обычаями и кулинарными традициями. Любители мяса, прежде всего баранины, добро пожаловать в Дагестан. Говядиную птицу здесь едят реже. Свинина запрещена по религиозным соображениям. Здесь готовят шашлыки, естественно, с овощами, каурму, тушеное мясо с овощами. Но главное дагестанское блюдо – хинкал. Не путать с грузинскими хинкалей, совсем не похоже. Хинкал – это кусочки теста, сваренные в мясном бульоне. Подается хинкал с бараниной или говядиной, иногда с курицей, с пиалой мясного бульона и соусами, обычно сметаной или кефир с чесноком и томатный соус с чесноком. Еще информация для любителей мясных деликатесов. Дагестан славится ливерными колбасами и сушеным мясом. Но это не бастурма. Из сушеного мяса в ресторанах подают закуски, а еще варят соусы, супы и делают плов. Здесь есть и свои дагестанские пельмени и вареньки – курзе. Они отличаются внешней формой, похожи на большие капли. Начинка разная – мясо, яйца, творог, картошка, сыр, овощи, лук с зеленью и травами и т.д. В Дагестане много выпечки, хлеб, тонкие блины с различной начинкой. Названий у таких блинов много, край многонациональный – чуду, афарар, бурки, потешел и т.д. Мясо и тесто – это хорошо. Но в Дагестане есть каспий, а значит есть рыба. Готовят ее здесь без изысков, но зато можно отведать каспийских лосося, форель, сельдь. Популярная и сушеная рыба. Теперь внимание любителям десертов. Урбеч – деликатесная паста из перетертых сушеных орехов или жареных семян льна. Бахух – мучная халва, то есть из прожаренной муки. Бекмес – натурально выжатый из ягод и фруктов сок, который уваривают до густой тягучей субстанции, похожей на мед. Он без сахара и делают его из тутовника, айвы, персика, абрикоса, винограда, дыни. А вот душап – это уже аналогичный сироп, но с сахаром. Переходим к дагестанским напиткам. Считается, что дагестанцы пьют чай больше других народов Северного Кавказа чуть ли не каждый астрономический час. Сортов чая здесь очень много, но важна технология заваривания. Секрет чая по-дагестански – родниковая или очищенная вода, не доведенная до крутого кипения, чтобы травы не утратили свои полезные свойства. Возможно, вы будете удивлены, но в Дагестане расположена четверть всех виноградников России и в последние три года в республике настоящий винный бум. Кратный рост стоимости винограда, увеличение его посадок, новые винные бренды, новые производители. Четвертая причина посетить Дагестан – Каспийское море. А это не только рыбная кухня, это еще с недавних пор и новое пляжное направление для россиян вдобавок к Черноморскому. Но именно новое и развивающееся. До недавнего времени всеми прелестями Каспийского моря довольствовались только местные жители и соседи из Кавказских республик и краев. А плюсы у Каспия есть. Побережье с мягким золотистым песком. Кстати, побережье Дагестана считается самым длинным в мире непрерывным пляжем, протяженностью 200 километров. Пологий вход в море с постепенным увеличением глубины, мелководье, благодаря чему вода достаточно быстро прогревается. Все это идеально подходит для отдыха с детьми. Дагестанское побережье Каспийского моря находится примерно на одной географической широте с нашим Черноморским побережьем Краснодарского края и Крыма. Поэтому купальный сезон совпадает с июня по сентябрь. Обратим внимание на максимальные температуры воды по месяцам. Не средние, а максимальные. Июнь 22 градуса воды, июль 25, август 26, сентябрь 23 градуса воды. Конечно, особо теплолюбивым туристам море будет казаться бодрящим, но для большинства россиян вполне себе комфортным. Основная проблема Дагестана как пляжного направления – курортная инфраструктура. Курорты есть, можно выделить пять основных районов. Инфраструктура есть, в том числе санатории, пансионаты, гостиницы, базу отдыха, отели и гостевые дома. Но пока средств размещения мало, учитывая повышенный интерес и не всегда на том уровне, который могут ожидать наши туристы. Есть достойные и вполне себе конкурентные варианты, и если вы поторопитесь, то можете успеть их забронировать. Главные пляжные курорты – Караман, чуть севернее Махачкалы. В столице Махачкале есть пляжи, но не везде рекомендуется купаться. Каспийск, Избирбаш и Дербент – самый южный пляжный район. Пляжному отдыху в Дагестане мы также посвятим отдельный рассказ. Итак, резюмируем все основные причины, ради которых стоит приехать в Дагестан. Не будем придумывать каких-то дополнительных, этих тоже вполне достаточно. Горы во всех проявлениях, природа и история, и даже кусочек пустыни. Отдельного внимания заслуживает Дербент. Гастрономия, еда и напитки. Курорты и пляжи Каспийского моря. Хоть и с нюансами, но повторяем это для того, чтобы не завышались ожидания у туристов. И в самом конце не удержимся упомянуть о новом перспективном виде отдыха, который ожидает этот регион – круизы. Недавно на одной из презентаций большой российской круизной компании, специализирующейся на речных круизах, нам приоткрыли завесу этой перспективы. Очень интересно. Здесь нужны особые суда класса река-море, а маршрут круиза будет включать посещение всех Каспийских стран. Их пять – Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и даже Туркменистан. Идет подготовительная работа.